Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще до сих пор не наш подписчик, рекомендуем подписаться на канале. Много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры, сравнения тест-драйва и обзора технического плана, где мы детально разбираем особенности этих или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а если интересуют вакансии либо машины в наличии, все по ссылочкам, которые будут на экране. Те из вас, кто давно нас смотрит, знают, что компания RDM Import занимается продажей поддержанных автомобилей в городе Новосибирске. Но сегодня в наших руках автомобиль новый, с пробегом всего в 145 километров на одометре. Причем автомобиль этот китайский и таких машин в наших обзорах еще не было. Сегодня поговорим про Chery Omodo C5. Chery Omodo C5 – это новая модель. Машина появилась только в 2022 году. Продается она на множестве рынков, причем под разными именами. Но для отечественного покупателя этот автомобиль доступен в двух вариантах исполнения – передней и полноприводном. Переднеприводные автомобили будут иметь под капотом бензиновую полторашку на 147 лошадиных сил и вариаторную коробку передач. На полноприводных автомобилях двигатель на 150 лошадиных сил объемом 1,6. Коробка передач – 7-ступенчатый робот. В наших руках сегодня автомобиль выпуска 2023 года. Здесь под капотом полторашка, вариатор и передний привод. Omodo C5 относится к классу кроссоверов. Причем вполне справедливо будет назвать этот автомобиль кроссовером среднеразмерным. Длина кузова 4 метра 40 сантиметров, ширина 1,83 метра, а высота 1,58 метра. При этом колесная база автомобиля 2,63 метра, снаряженная масса 1456 килограмм, а максимально разрешенная 1856 килограмм. Радиус разворота этого автомобиля довольно большой – 5,45 метра. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то в данном случае мы имеем дело с версией для китайского рынка. И у этого автомобиля слой лакокраски с завода лежит в диапазоне от 108 до 144 микрон, что несколько толще, чем, например, на автомобилях, произведенных для рынка Японии. Самое интересное, что у Omodo C5 все кузовные панели, кроме крыши, имеют оцинковку. Так что в плане ржавчины с этими машинами в долгосрочной перспективе все должно обстоять неплохо. Обзор автомобиля внутри по традиции начнем с багажника, объем которого по каталогу 378 литров. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Пожалуй, наиболее примечательная вещь, которая бросается в глаза, когда открываешь багажник у Moda, это тот факт, что пространство в багажнике здесь заметно уже, чем пассажирский салон. Однако проем при этом практически ровный, и ширина проема посередине это порядка 103 сантиметров. Длина багажника по полу 85 сантиметров, а ширина 87. Высота от пола до полки 52 сантиметра. Кстати, загрузить сюда что-то выше этой самой полки будет затруднительно, из-за большого наклона заднего стекла. Если же нужно перевести много груза, складывайте сидение. Причем в данном варианте сделать это у вас получится только из салона. В ровный пол сидения здесь не складываются. В любом случае вы получаете ступеньку. Но длина багажного отделения в этом случае увеличивается до почти 1,70 м. А если нужно увести очень длинный груз, например, плинтуса или что-то подобное, вы можете рассчитывать здесь на длину до 2 метров 47 сантиметров до передней панели. Что касается каких-то дополнительных удобств в багажнике Амода Ц5, то здесь речь вести решительно не о чем, кроме плафона освещения по левой стороне. А под фальшполом в нашем случае скрывается докатка и набор штатного инструмента. Домкрат, вороток, буксировочная петля, баллонник и знак аварийной остановки. Ну а теперь про салон Амоды Ц5. Попадая сюда, понимаешь, что оказался в царстве современности. Здесь нет ни одного аналогового прибора, только цифровые экраны. Кому-то это кажется очень прикольным для более консервативных людей, привыкших видеть на приборах понятные стрелки. Эта комбинация приборов может слегка разочаровать, к ней придется попривыкнуть. Что касается пространства внутри, этот автомобиль не поражает ощущением простора. Впечатления от него больше похожи на спортивные машины. Здесь очень высокая центральная консоль и отнюдь немного места вокруг. Хотя пожаловаться на тесноту здесь не получится. Что касается материалов отделки салона, то здесь все более чем прилично. Те поверхности, с которыми водителю приходится так или иначе тактильно контактировать при эксплуатации автомобиля, отделаны приятными на ощупь материалами. Но, конечно, кое-где компания сэкономила. Хотя сама приборная панель здесь по-прежнему мягкая. Жесткий пластик здесь в основном в тех местах, с которыми вы не особо взаимодействуете. Что касается профиля кресел и удобства посадки. В нашей комплектации у автомобиля полностью кожаный салон, кресло профилированное. Боковая поддержка на креслах явно выражена. В основном это касается спинки сидения. Подголовники на передних сидениях здесь нерегулируемые. Они очень высокие и это, опять же, отсылка к автоспорту. Водительское сидение имеет электрические регулировки. Здесь можно менять наклон спинки, высоту самого сидения и, естественно, отодвигаться вперед-назад. Но, как и в HVL F7X, который был у нас в обзоре, здесь производитель не предусмотрел регулировку подушки по наклону. А ее некоторым людям может очень сильно не хватать. Правда, с диапазоном регулировок сидения в этом автомобиле полный порядок. Если отодвинуть кресло до упора вниз и назад, то при своем росте метра 86 я полностью вытягиваю левую ногу в колени. Правда, при этом касаюсь ступней пола салона. Что касается рулевого колеса, руль здесь небольшого диаметра, довольно удобный. Отделан он кожей, правда, с непривычки скользковат. А вот рулевая колонка имеет регулировку как по вылету, так и по наклону. Правда, диапазон регулировки по вертикали здесь не сказать, чтобы особо большой. Пожалуй, основное отличие в плане органов управления и кнопочек у этого автомобиля от того же Хавейла или, например, Джили Кулры заключается в том, что у Амоды клавиши управления теми же стеклоподъемниками привычного размера. Такие же, как на корейцах или японцах. В то время как на перечисленных моделях аналоговые кнопочки довольно маленькие. Я бы сказал, непривычно маленькие. Но здесь пользоваться стеклоподъемниками, регулировкой боковых зеркал, центральным замком очень даже удобно. Абсолютно привычная расположка. Что касается подрулевых переключателей, расположены они удобно. Переключаются они без пластмассовых щелчков. И надо сказать, что существуют гораздо более дорогие премиальные машины, где пользоваться подрулевыми переключателями на порядок противней. А вот функции переключения света фар, противотуманок и так далее реализованы здесь немножко необычно. Поворачивается не торец рычажка, как мы привыкли по японцам и корейцам, а только отдельные секции. Кнопочки, тумблеры, как угодно это можно назвать. В общем, поворотные колесики. То же самое касается и подрулевого переключателя, ответственного за переключение режимов работы стеклоочистителя. На рулевом колесе два блока клавиш. Левая сторона посвящена системе круиз-контроля, а также ограничителя скорости движения. А правая сторона относится к телефону, который цепляется по блютусу к основной мультимедийной системе и, собственно, мультимедиа. Основная приборная панель напоминает здесь скорее рабочий стол смартфона или вообще компьютера. Никаких намеков на аналоговые приборы здесь нет. Пиктограммы сигнальных ламп довольно мелкие и рассредоточены по всей поверхности экрана. В левой части у нас цифровой спидометр, с правой стороны такой же цифровой тахометр, считывать который относительно неудобно. Ну а центральная часть отдана бортовому компьютеру. Здесь отображается остаток хода на баке, запас топлива и так далее. Кстати, есть отдельные индикаторы уровня топлива в баке и температуры двигателя, которые более или менее привычны. Но, тем не менее, вся индикация на этой приборке достаточно мелкая. С учетом пустующей площади экрана можно было сделать ее более читаемую, но это субъективное мнение. Что касается экрана мультимедийной системы, он здесь сенсорный. Менюшек очень и очень много, разбираться с этим придется некоторое время. Через этот экран вы управляете телефоном, системой навигации, мультимедиа. Сюда же выводится картинка с камер кругового обзора, выбирать отображение с которых можно в нескольких режимах. Также при помощи сенсорного экрана вы можете управлять климат-контролем. Хотя продублировано управление также при помощи сенсорных клавиш под дефлекторами вентиляции. Через бортовое меню можно также настраивать и сам автомобиль. Здесь можно выбирать режимы работы освещения автомобиля, выключать и включать автозапирание, автоматический подъем стекол при постановке на охрану, складывание боковых зеркал и так далее. Здесь же настраивается сигнализация превышения максимальной скорости движения. Причем на ваш выбор при превышении скорости автомобиль известит об этом зуммером. И есть несколько режимов работы, скажем так, климатической системы и салона автомобиля. Здесь можно, например, задать режим бодрствования, при котором климат-контроль автоматически переключает подачу воздуха вам в лицо и включает кондиционер. Довольно забавный набор функций. В целом, пользоваться климат-контролем при помощи внешней панели также достаточно удобно. Пара слов про селектор коробки передач. В данном случае это нефиксируемый джойстик и после некоторой привычки в целом вопросов к нему не возникает. Стояночный тормоз здесь электрический, включается и выключается отдельной клавишей. Также есть режим автохолд удержания автомобиля на месте рабочими тормозами при отпущенной педали тормоза. Справа от селектора рукоятка регулировки громкости и включения-выключения мультимедийной системы настройки автомобиля, а также клавиша включения тех самых камер. Большая шайба отвечает за режим работы автомобиля, экономичный либо спортивный. Ну и сбоку приютилась клавиша включения-выключения аварийной сигнализации. Управление люком вынесено на потолок, здесь никаких неожиданностей не случилось. Интересного дизайна плафона освещения включаются клавиши, причем оба сразу. В данном случае конструкторы решили не заморачиваться и не делать для пассажира и водителя отдельные лампы штурманской подсветки. Кстати, сидения в этом автомобиле оснащены подогревом, но сами клавиши стоят не в зоне видимости. Они располагаются сбоку от кнопок регулировки сидения и могут работать в одном из двух режимов нагрева, сильный либо слабый. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. У этого автомобиля под крышкой на центральной консоли скрывается довольно объемная полка, куда можно положить смартфон. Здесь же, кстати, есть и гнезда для зарядки мобильных устройств. Два подстаканника перед селектором коробки передач, есть огромный по вместимости бокс в центральном тоннеле и второй уровень полки. Собственно, парящая консоль. Отсылка к автомобилям Volvo. Рядом с бардачком присутствует для переднего пассажира крючок, на который можно что-то подвесить, например, пакет. Основной бардачок здесь очень маленький. Двери предназначены именно что для документов, либо перчаток. Никакого потолочного очечника тут не предусмотрено. Ну, а в дверных картах внизу передних дверей предусмотрены кармашки, передняя часть которого может использоваться для хранения бутылочки. Плюс у водителя с левой стороны, у колена, есть маленький бардачок, куда можно положить, разве что что-то очень некрупное. Что касается обзорности, то с поправкой на наличие у автомобиля камер кругового обзора докапываться до линии остекления или размера боковых зеркал, пожалуй, наверное, не столь правильно. Но это касается парковочного режима. На самом деле боковые зеркала здесь очень сильно заужены и при этом имеют небольшую площадь. Так что, скорее всего, потребуют привычки при городском вождении. Но в том, что касается обзорности вперед, придираться по большому счету не к чему. Поэтому, несмотря на довольно высокую линию остекления, с обзорностью в этом автомобиле все в порядке. А наличие в передних дверях маленьких форточек сглаживает ситуацию с наличием слепых зон при поворотах направо-налево. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается посадки на третьем ряду этого автомобиля, то здесь приятный сюрприз. При моем росте 1,86 м, садясь сам за собой, я располагаюсь без каких-либо жалоб на пространство вокруг. Это касается как запаса для коленей, а он здесь на удивление присутствует, так и запаса пространства над головой. Хотя нисходящая линия крыши этого автомобиля изначально намекала на то, что сидеть здесь человеку высокого роста может быть неудобно. Но это не так. Что касается опоры для локтей, на дверных картах присутствуют подлокотники, а опора под правую и левую руку, соответственно, для пассажиров разных сторон, находится в центральной секции сидения. Здесь подлокотник, но сейчас открывать мы его не будем, чтобы не обдирать заводской целлофан. Само заднее сидение, в отличие от передних, не имеет никакого выраженного профиля, в том числе и на подушке. Так что три человека здесь разместятся ввиду того, что тоннель на полу фактически отсутствует и никак не мешает размещению третьего сидока. Для задних пассажиров есть собственные дефлекторы вентиляции, USB-разъем для подзарядки мобильных устройств, полка, куда это самое мобильное устройство можно положить, и маленький-маленький кармашек по низу. А также плафон освещения на потолке. Остекление на задних дверях здесь достаточно узкое, но в целом для взрослых людей вопросов с обзорностью отсюда не возникает. Единственное, что сидение практически полностью перекрывает обзор вперед. Но тем, кто в свое время изрядно покатался задним пассажиром на ВАЗ-2107, такая картина будет привычна. Что касается двигателей под капотом Амоды С5. Базовый мотор, как в нашем случае, это полуторалитровый агрегат, который идет на переднеприводных автомобилях. Индекс этого двигателя SQRE 4T15C. Он выдает 147 лошадиных сил и имеет крутящий момент в 210 ньютон-метров. По конфигурации это 4 цилиндра в ряд, но с чугунным блоком, несмотря на то, что двигатель новый, производится он с 2019 года. Из элементов, усложняющих конструкцию, на этом двигателе фазовращатели на обоих распредвалах и турбокомпрессор, причем производство Honeywell, то бишь американский. Прыск топлива здесь самый обычный распределенный, на полуторалитровом моторе никакого ТНВД нет. Зато стоят гидрокомпенсаторы, а привод газораспределительного механизма цепной. Из особенностей, как дань современности, этот двигатель имеет интегрированный в головку блока цилиндров выпускной коллектор. С такой силовой установкой Амода C5 разгоняется до 100 км в час с места за 9,9 секунды, а максимальная скорость достигает 195 км в час. При этом двигатель достаточно экономичный и имеет неплохой подхват. Для своего объема, конечно. Сочетается на этих автомобилях он только с вариаторной коробкой передач. Если же вы смотрите полноприводную Амоду C5, то под капотом таких авто будет стоять уже другой мотор. Его индекс SQRF4J16. Это 1,6 литра рабочего объема, 4 цилиндра в ряд и 2 верхних распредвала. Но блок цилиндров уже не чугунный, а алюминиевый, с чугунными гильзами. Фазовращатели также стоят на обоих валах. Выпускной коллектор все также интегрирован в ГБЦ, но 1,6 литра по конструктиву будет чуть сложнее, чем его менее объемный собрат. У такого мотора тоже будет турбина, но впрыск топлива уже непосредственный, то есть присутствует ТНВД. Кроме того, такие двигатели оснащены еще и термостатом с электронным управлением. Привод ГРМ тоже цепной, а гидрокомпенсаторы по-прежнему присутствуют. Старший по объему двигатель делает полноприводную Амоду гораздо шустрее. На целую секунду до 100 км в час такие автомобили разгоняются за 8,9. А агрегатируются такие моторы только с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Трансмиссия носит наименование Гетрак 710-300. И эта коробка ставится отнюдь не только на автомобиле Амода. Ее же можно найти в целом ряде китайских моделей, таких как, например, Эксид, практически всей модельной линейки, а также Черри Тига 7 и 8. Но кроме этого, данная трансмиссия под другими индексами устанавливается, например, на автомобилях BMW 1 и 2 серии, а также на огромное количество моделей Renault. В том числе обновленный Captur, Minivan Space, Scenic или легковой хатчбэк Clio. Данную коробку также можно обнаружить и под капотом последних поколений модели Nissan, например, Juke X-Trail или Qashqai. Причем сказать что-то плохое про эту роботизированную коробку пока нельзя. Сцепления, работающие в масляной ванне, отличаются неплохим ресурсом. И вообще, производитель заявляет срок службы этой роботизированной трансмиссии в 250 тысяч километров пробега, что отнюдь не мало. На рынке встречается множество моделей с классическими автоматами, не способными отъездить до подобных цифр. На Amoda C5 эта коробка работает с солидным запасом. Максимальная планка крутящего момента, которую эта трансмиссия способна переварить без вреда для себя, это 320-360 ньютонометров. А на моторе 1.6 здесь, напоминаем, 275. Коробка работает достаточно плавно и скорострельна, по крайней мере, после того, как производитель ее доработал. Коррекции программного обеспечения. Из неприятных особенностей разве что запотевание пластикового поддона самой КПП. Что касается замены масла в двигателях, то производитель предусмотрел регламент в 10 тысяч километров пробега. Но никто не запрещает его подсократить. А поскольку это все-таки турбомоторы, резонно менять масло раз в 5-6 тысяч километров. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с дорожным просветом у Amoda C5. Каталожное значение клиренса для этого автомобиля это 19 сантиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствует ли оно действительности. Низшая точка в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека. И до нее расстояние от поверхности земли всего 17 сантиметров. Зато передний бампер находится выше, в районе 22 сантиметров от асфальта. А вот брызговичок резиновый и вполне себе гибкий в 15 сантиметрах. Расстояние до порога за передним колесом 25. В задней части автомобиля 26. А задний бампер находится на расстоянии 33 сантиметра от асфальта. Правда здесь картину может несколько подпортить висящая поперек банка глушителя. Но и она на вскидку не уменьшит просвет под задним бампером до отметки менее чем 25-27 сантиметров. Так что парковаться к высоким препятствиям на этом автомобиле можно безбоязненно. Ну а теперь давайте посмотрим как обстоят дела с ходовой частью и вообще что у Амода С5 снизу. Передняя подвеска этого кроссовера выполнена по классической схеме Макферсон. Подвеска в данном случае у нас из стали. Никакого алюминия в конструкции здесь не применяется. Нижние шаровые опоры передних рычагов на болтовом соединении. Как говорится по старинке, но так оно и правильно. Так что шаровые опоры в данном случае можно будет спокойно менять отдельно от рычага. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае располагается на переднем подрамнике. Подрамник тоже стальной. И доступ к креплениям стабилизатора для замены втулок в целом следует признать более или менее сносным. Демонтажа подрамника он может и не потребовать. Рулевая рейка на автомобиле само собой электрическая, как и на большинстве современных моделей. Соответственно проблем с протечками по системе ГУР здесь точно не будет. А в том, что касается антикоррозионной обработки с завода, у Амода С5 есть следовые количества герметика на соединительных швах. Но при этом днище автомобиля обработано антикоррозийным составом с завода. Причем речь идет про именно китайскую версию. Скорее всего на дилерских Амодах ситуация может отличаться. В задней части автомобиля мы видим подвешенный под днищем топливный бак. Его объем небольшой, всего 52 литра. Сделан он из пластика, а его заливная горловина резина пластиковая. Так что в плане коррозии элементов топливной системы можно вообще ни о чем не волноваться. Задняя подвеска у Амода С5 с передним приводом абсолютно простая. Это зависимая схема типа балка. Два крупных соленблока балки, пружины и амортизаторы. Причем разнесенные относительно друг друга, что упрощает замену элементов по отдельности. Задние тормоза у автомобиля само собой дисковый, стояночный тормоз, как мы уже говорили, электронный. На полноприводных автомобилях задняя подвеска будет иметь более сложную конфигурацию. Ну а что касается антикоррозионной обработки с задней части кузова, то здесь все тот же довольно скромный слой антикора, плюс заводской шовный герметик. Если говорить про горизонт эксплуатации 2-3 года, то скорее всего ничего дополнительно сделать здесь не придется. Но если вы планируете ездить на этом автомобиле 5-6-8 лет в регионе, где в ходу антигололедные реагенты, наша рекомендация все же будет дополнительно обработать машину снизу. Таким мы увидели сегодня автомобиль Chery Amoda C5. Надеемся, после просмотра нашего обзора у вас появилось общее представление о том, что же такое этот автомобиль. Если вы уже купили себе подобную машину и успели достаточно на ней покататься, вам есть в чем нас поправить и чем дополнить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают покупать или не покупать такую машину, ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который оказался сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет продаваться в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас дополнительную информацию вы можете уточнить по контактному телефону, который указывается в описании под видео. На нем же есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. На этом все. Если обзор понравился, был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в будущем. И до новых встреч. Пока! Пока!